Как важно говорить с детьми о Боге, и мало кто о нем рассказывает. Немногие дети знают о событии Рождества Христова, а им это так интересно. Вот и в дни Рождественского поста руководитель отдела религиозного образования и катехизации Екатериндарской епархии Партери Александр Игнатов посетил школу при воинской части, в которой обучаются дети военнослужащих, участников специальной военной операции. Отчего началось это исчезание? 1, 2, 2, 3, 4, 4, от события в истории человеческой рождения Иисуса Христа в мир перевернула всю историю человеческого рода. И она разделена теперь на до Рождества Христова и после. Батюшка поговорил с детьми о приближающемся чудесном празднике Рождества Христова, о Вифлеемской звезде, о волхвах, которые шли за ней, о пастухах, пришедших поклониться родившемуся Богом-младенцу. Мы верим в Иисуса Христа, который родился в 2000 уже почти 24 года в инстаграм. Что произошло в это время? В это время пастушки пасли свои стада на Вифлеемских горах. И вдруг является им аргел. Ребята дополняли рассказ священника. Иисус родился и в небе загорелась звезда. По этой звезде шли люди. Какие? Православные монахи. Монахи православные. Так, и что они? Они знали, что это родился Иисус, Сын Божий. Отец Александр рассказал о том, что традиция дарить подарки на Рождество пошла именно с того времени, когда волхвы принесли свои дары родившемуся младенцу Христу. Кстати, откуда? Обычай дарить подарки на день рождения. Христос родился и к нему принесли подарки. Принесли дары. Кто? Волхвы. Откуда? С разных восточных стран. Мудрецы Востока, из Персии, Аравии, Эфиопии. Они принесли свои дары. А кто помнит, какие дары принесли? Волхвы, родившемуся Иисусу Христу. С золота, ладан и свирь. И предложил ребятам совершать как можно больше добрых дел. И этим принести свой подарок родившемуся Богу-младенцу. В актовом зале школы, в котором собрались все ученики и учителя, батюшка наглядно показал, какие дары принесли волхвы младенцу Христу. Золото, ладан и смирну. Золото, которое принесли в младенцу. Я тоже думал, что это слитки, это деньги, какие-то монеты золотые. Я покажу вам, они выглядели в виде пластинок. Вот так. Вот ладан и такие пластинки, их было 33. С такой филиграбной работой. Видите, такой очень удивительный, тонкий восточный узор. И вот эту книгу я оставляю для вашего прочтения. Вот это все в вашей библиотеке. Там очень много такой интересной, полезной духовной литературы. Я думаю, что вы подключите большую пользу, потому что вера слышания, слышание слова Бога, скажем, что это написано. Помните, в начале было слово, и слово было Бога, и слово было Богом. В завершение отец Александр пригласил ребят вместе с учителями и директором школы в Рождественский храм и сказал несколько слов на путстве. Ну а самое главное – ходить в храм, молиться Богу, молиться за своих родителей и всем просить победы. Господи, укрепи и помоги нам в этом радном деле сражаться за правду, за веру, за святую Руссу. Еще раз поздравляю вас с праздником и желаем вам всего самого-самого доброго. И храни вас Христос. Храни вас Христос.